Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Доктор Борисович. Прямой ТВ, 106.5 FM. По-моему, я сейчас на прямой связи. Игорь Бобошкин, главный редактор наш Дом.ГФС. Это публикация, которая пользуется прекрасной публикацией. Игорь – это человек, с кем интересно всегда беседовать. Игорь – добрый вечер, из Нью-Йорка. – Добрый вечер, из Нью-Йорка, да. Именно сегодня я в Нью-Йорке. Ну что ж, спасибо за такую рекомендацию, которую вы мне сделали. И здравствуйте всем, кто нас слушает. Спасибо за приглашение. Спасибо, что вы с нами сегодня, как всегда. И первый вопрос. Я знаю, что у вас были симпатии к Ники Хайли. Почему такой разрыв? У нее шансов нет абсолютно. Вчера, вчерашний день показал, что она даже близко возле Трампа не может конкурировать. Почему? Ну, смотрите, конечно, отобрать голоса у Трампа – это достаточно непросто. Все-таки там сколько-то 70 с лишним миллионов на тех выборах голосовали за Трампа. И среди них есть явные трамписты, среди которых я всегда был тоже раньше. Почему я стал как бы почитателем Ники Хайли? Потому что она умная женщина, она говорит дельные вещи. Мы видели, как она работала в ООН, она была представителем в ООН. Трамп ее снял и засунул очень далеко. Ну, даже не знаю, за что. Наверное, за то, что она у нее пыталась отобрать фактически популярность. Потому что, ну, как бы ее слушать было гораздо приятнее, потому что она говорила реальные вещи. Да, и я не скажу, что она с треском проиграла, потому что, ну, где-то она выиграла, где-то она набрала 25%. То есть, в общем-то, что-то у нее есть. Хотя, конечно, бороться с Трампом в данной ситуации достаточно тяжело. Он имеет сильную поддержку. Вот. Поэтому, ну, давайте еще раз вернемся все-таки к выборам. Посмотрите, что получается. Ники Хейли не то, чтобы проиграла. Она не проиграла. Еще никто не проиграл. Ее имя, так же, как имя всех остальных, и включая Десантоса, мы увидим в июне на избирательных галлитенях. Поэтому у нас выборы еще не закончились. Выборы у нас заканчиваются в ноябре. Перед выборами у нас будет в июне прайморис, где будут все эти кандидаты, которые на листе. Просто Ники Хейли сказала, что она прекращает борьбу. То есть, она больше не будет выступать, она не будет проводить митинги, конференции, встречаться с избирателями и так далее. Но она остается на листе. От этого никуда не денешься. Дальше. Когда пройдут прайморис, должен состояться в мелоке конгресс республиканской партии. И этот конгресс, куда съедутся вот те самые избиратели, да, и они должны будут проголосовать. Значит, у нас, у республиканцев, сколько там, 1215, Трампу нужно голосов выборщиков. Да, у него на сегодня 1040. Ну, наверное, он наберет и всех остальных тоже до июня месяца. Значит, но выборщики... Я думал, он может добрать до конца этого месяца. Может быть. Но не в этом дело. Значит, прайморис, скорее всего, конечно, он уже победит, раз у него такая популярность. Хотя мы не знаем, какие еще всплывут судебные и прочие дела, и насколько они будут шокирующие для его избирателей. Значит, и сегодня те избиратели, которых чуть ли не 20%, примерно, 19% у Ники, и эти избиратели вряд ли пойдут за Трампом. То есть, они совершенно четко останутся у Ники. Среди них большая часть – это образованные люди. Это ответ на вопрос, почему Трамп набрал столько голосов. Потому что не образованных гораздо больше, чем образованных. У Ники как раз-то за ней пошли образованные люди, к которым я себя тоже отношу. Позвольте. Позвольте сделать такой самому себе комплимент. Да, все-таки два высших образования к чему-то обязывают. Вот. Ну и что дальше? Значит, после праймарис выборщики, которые съедутся в Милоке, должны будут проголосовать за кандидатуру, которую избирают. Ну, наверное. Наверное, это будет Трамп. Хотя, по нашим законам, совершенно не обязательно. Любой выборщик может голосовать за того, за кого он хочет. Вот такая вот американская интересная система. Что мы выбираем человека, чтобы он от нашего имени выступал, а он может выступать не от нашего, а от своего имени. Ну, вряд ли перевертышей окажется такое огромное количество. Но смотрите. Если что-то случается с Трампом, а случится может все, что угодно. Начиная от каких-то новых судебных дел и так далее, вплоть до каких-то медицинских проблем, которые могут возникнуть. Трамп что-то стал заговариваться в последнее время. Подмечали его, что он там путал Обаму с Байденом во время одного из выступлений. Потом он там с Пелоси Хелли попутал. То есть, он уже тоже начинает где-то заговариваться. Все-таки это человек, за которого мы голосовали в 2016 году. Это совершенно не то же самое, что в 2024. Это другой человек. Человек потрепанный, нервозный и прочее. То есть, все может случиться в этом возрасте. Значит, Ники Хелли остается на листе. И на этом листе она лидирует, по сравнению, скажем, с Десантисом и всеми остальными. Поэтому я бы сказал так, что, конечно, процент того, что мы в ноябре будем выбирать Ники Хелли, он маленький. Но Ники Хелли не сошла окончательно с дистанции. По крайней мере, пока не пройдет конвеншн. Конвеншн у нас проходит где-то там в конце июля. Ну, почти, считайте, к августу. У нас до этого, давайте говорить, так, ну, март откинем. Апрель, май, июнь, июль, август. Пять с лишним месяцев у нас получается до конвеншн. Пять с лишним месяцев большой срок. Давайте посмотреть. Может быть, поэтому Ники Хелли ушла по-другому. Она будет десантисом, что он передал свои голоса. Он сказал о том, что избиратели хотят дать Трампу еще один шанс. И он тоже суспен. Он не ушел, он прекратил борьбу. Тоже самое, те же слова. Но он ушел более-менее красиво. То есть он поддержал Трампа. Хотя у него и у Трампа сложные отношения были. Но Ники Хелли с Трампом тоже сложные отношения. Ведь она ушла совершенно по-другому. Она ушла с лекции. То есть она ему прочитала лекцию. Ну, она сказала так, что те люди, которые хотят голосовать за Трампа, Трамп должен приложить усилия, чтобы их уговорить. То есть она не сказала этим людям голосовать за Трампа. Она сказала, что возможно они проголосуют за Трампа, но это его задача переубедить этих людей. Сможет ли он это сделать или нет, большой вопрос. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Скорее всего. Но тут, смотрите, палка о двух концах. Выборы получаются очень сложные. Потому что у Трампа отваливается 20% республиканцев, которые за Ники Хелли. 19, будем говорить точнее. Да? Но у Байдена тоже проблема. У Байдена тоже отваливаются люди. То есть у него тоже не так все сладко. У него в двух штатах забирает голоса Кеннеди. Значит, Кеннеди в Неваде и в Нью-Хемпшире может заполучить голоса, которые очень необходимы Байдену. Вот. Ну, потом на СМА он вообще проиграл. Он набрал 45% Байден. Поэтому у него не так все спокойно. Он тоже теряет определенное количество голосов. Так что, кто из них потеряет больше? Потому что будем считать, что идут они почти голова в голову. Каждый из них потеряет какое-то количество, там, 20 или больше, или меньше процентов голосов. Теперь вопрос, кто больше потеряет и кто больше найдет? Или кто больше сохранит? Так что игра становится очень интересной в ноябре месяце. А возможно ли, вот вы сейчас сказали Кеннед, а возможно ли обвинение Хелли Кеннеда? Или они настолько диаметрально противоположны с их взглядом, что они работают не смог? Ну, понимаете, работать как президент, вице-президент, это один разговор. А в избирательной кампании тут не может быть уже ничего поменено. То есть, извините, Ники Хелли стоит на листе среди республиканцев, а он стоит как независимый кандидат. Он идет ни с какой партии, он идет как независимый. Поэтому просто за независимого могут уйти голоса Ники Хелли, за него могут уйти, например, вот это может случиться. То есть, вот эти 20%, которые сегодня за нее, если они придут на выборы и увидят, например, имя Кеннеди, why not? Они могут за него и проголосовать. То есть, понимаете, многие же люди голосуют колонкой, да? Мы идем по колонке за сенаторов, за республиканцев, за репрезентатив и так далее, и так далее, включая там всяких наших мелких мэров и прочее. Но в демократическую колонку республиканцы Хелли вряд ли залезут. А вот в колонку, которая, скажем, он пропускает колонку, например, имя Трампа, и идет по этой строчке и попадает на еще один, как говорится, крестик, который он может поставить. Очень может быть. Очень может быть. Вот как у вас там, в Нью-Йорке? Трамп говорит, что он хочет делать какие-то ралли, то есть, какие-то встречи, мероприятия в Нью-Йорке и в Нью-Джентре. Потому что, говорит, люди устали от демократов, устали от преступности, устали от этой эмиграции, от того, что происходит в Нью-Йорке, и от этой грязи, и хотят что-то другое. И вот он говорит о том, что сейчас как раз время, может быть, Нью-Йорк сможет проголосовать за Трампа. Есть ли шанс? Или это просто сказки? Смотрите, шансы, говорят, есть всегда. Надежда умирает последний. Но действительно, ситуация, которая сложилась у демократов в Нью-Йорке, она совершенно чудовищная. То есть, вот эти сотни тысяч мигрантов, которые сегодня поселились в домах престарелых, в бывших каких-то заведениях, сотня отелей отдано под мигрантов. Конечно, для отелей это здорово, потому что они получают государственное финансирование. И после ковида, когда Нью-Йорк еще не проснулся, для них это просто как глоток воздуха. Причем цены, которые платит наш мэр, они совершенно чудовищные. То есть, я бы за такие деньги не заплатил, за это жилье, которое он предоставляет мигрантам. Но, слушайте, он распоряжается не своими деньгами, а нашими. Ну и потом, нельзя забывать, что такое понятие, как кикбэк, еще никто не отменял. Ни в Америке, нигде еще. Так что, недовольных очень много. Очень. Республиканцы на последних выборах... Смотрите, у нас даже двое русских ребят получили место в ассамблее штата от республиканской партии. Причем, Олег Брук Красный, которого я когда-то, 10 лет назад, поддерживал как демократа в ассамблею, когда он выиграл первый раз, сейчас он туда же пошел как республиканец. И он сегодня там. Я вот с ним должен был сегодня встретиться, но мы перенесли встречу. Вот. Поэтому, смотрите, двое русских республиканцев у нас появилось. И республиканцы, как говорится, жмут и жмут. Даже такая личность, как Ари Каген, который у нас был в сити-канцел демократом, он тоже хотел переизбираться от республиканской партии, но, к счастью, провалился. У нас есть сити-канцел верник, девушка русскоязычная, значит, поэтому республиканцы сегодня, в принципе, неплохо себя чувствуют. Район, где я проживаю, он вообще в основном республиканский. То есть тут есть только маленькая часть у демократов, одна треть, а две трети республиканские. Так что мы неплохо здесь, в общем-то, живем. И, кстати, когда Трамп первый раз избирался, я был на его митинге, который он проводил здесь, в Стэттен-Айленде, именно, республиканский митинг. Это был его чуть ли не первый митинг, когда он избирался на президента в 2016 году, да? Вот. И мы там с русскими ребятами собрались, целый столик заказали, слушали Трампа, были очень воодушевлены, и все это было очень интересно. Поэтому я думаю, что если Трамп что-то и будет устраивать, то, скорее всего, опять на Стэттен-Айленде. Потому что здесь уже он точно абсолютно у республиканцев в гостях. Вот. Ну, а как проголосует остальное Нью-Йорк, там, Манхэттен, Куинс и так далее? Ну, надо работать. Хотя, смотрите, чернокожее население отворачивается от Байдена. Он потерял достаточно большое количество. Количество у него было там, за Трампа было, по-моему, 9%, сейчас вроде бы 19%. Так что Трамп вполне может забрать чернокожее население Нью-Йорка в какой-то его части. Ну, ничего нет невозможного. Все может быть. Интересно, что... Интересно вообще это получается. Два дедушки, которые вот три года назад, и прошло вот, похоже, четыре года, и они снова, то есть, снова ременч, снова эти дедушки. Как получается у нас в Америке, что у никого моложе, то есть, или демократы, или республиканцы? Неужели, так сказать, у нас нет людей помоложе? Почему снова у нас вот эта картинка получается? Вот вчера оно стало понятно, что два дедушки снова идут в власть. Единственное, что радует, что это последний раз эти два дедушки идут. Ни тот, ни другой. Больше уже, наверное, не пойдет. Обама... Байден уже точно, если Астанин выиграет, не имеет права. Ну, а Трамп тоже, наверное, уже будет староват. Ну, смотрите, вот же появилась Ники Хелли, да, женщина, в нормальном возрасте, разумная, дважды, два срока губернатор. У нее опыт губернаторства довольно серьезный, да. За время своего губернаторства она подняла штат, она подняла, ликвидировала безработицу, создала огромное количество рабочих мест. В принципе, можно было бы ей доверить. Но вот вмешался дедушка Трамп, которому это нужно. Причем, знаете, у меня есть очень хорошие политологи, знакомые, и они нас сейчас слушают. И я, в общем-то, как бы ихнюю точку зрения тут высказываю, что очень подозрительно Трампа выставили на эти выборы. То есть, как подозрительно? Смотрите, Верховный суд единогласно отменил решение Колорадо. Ну, вроде бы, с какого бы дуна демократам в Верховном суде выпускать Трампа на большую дорогу против Байдена, где вроде бы Трамп выглядит намного предпочтительнее и может совершенно, как бы, сегодня явно побить Байдена. То есть, какой-то здесь видится подвох, что Трампа выпускают, но, как бы, не должен он дойти до конца. Есть какие-то предпосылки, что до конца он не дойдет. Вот. Но сбивает темп. Сбивает темп у Ники Хейли. Выбивает ее, фактически, из вот этой предвыборной борьбы. И что случится в конце, неизвестно. Может быть, у Трампа договорняк с демократами, что если он соскочит перед самыми выборами, например, ну, скажем, состояние здоровья или еще что-то, да, то Ники Хейли уже просто не успевает набрать обороты для финальной гонки. Вот. Поэтому, как-то вот это все очень странно выглядит, что вдруг демократы ни слова не говорят о Трампе, о его проблемах, которые у него есть, да. То есть, все, как бы, заглохло. Смотрите, стрим весь заглох. Ничего против Трампа не ведут. Причем, когда он, вроде бы, ведет супер вторник. По идее, бы накануне, ну, давали бы демократы, поливали бы его грязью там из большого ведра. С тем, чтобы Ники Хейли могла бы выиграть. Ничего подобного. Его как будто оставили в покое. Знаете, как вакуум какой-то образовался вокруг него. И в последний день Верховный суд дает ему добро. Причем в полном составе. Ну, вот что вы думаете по этому поводу? Теперь я вас спрошу. И очень быстро они это сделают. Вы знаете, как быстро они это сделают? А они это сделают. Теперь сейчас будет разбираться вопрос иммунитета. Они тоже быстро его будут разбирать. Это понятно. Тут уже понятно, какое решение будет. Они не могут пойти сейчас против вот этого первого решения. Ну, да. Вот. И это уже понятно, почему они так быстро за все это взяли. Потому что, ну, в данном случае Трамп снова победит. Ну, они выпускают Трампа. Но почему демократы идут, как говорится, единогласно? Ну, хоть бы один-два там выступили бы против. Уж самые там какие-нибудь ярые бы. Да? Ничего подобного. Все единогласно выпускают Трампа на большую дорогу. Вот. И вот это вот вызывает определенное подозрение. Я думаю, что не только мы это видим, но я думаю, Ники Хейли тоже это видит. Поэтому она и не говорит сейчас, может быть, не дорзать Трампа на всю катушку, а говорит, что ну, иди, возьми, попробуй, если получится. Да? Она же ему так сказала. У Трампа начинается суд 25 марта в Лос-Мире. Да. По поводу хэш-майли, то есть по поводу денег. Короче, у него там, ну, преступление его обвинять, что он там, значит, фальсифировал запись, не знаю, что там, рекорд по поводу вот этих хэш-майли, который, ну, денег, короботок, а вот это проститута. И избор на звезде, ну, правильно мне рассказать. Короче, его же могут признать виновными, что тогда? Ну, смотрите, у него много чего на нем висит. Из 400 с лишним миллионов, которые ему присудили, он сказал, что он может набрать только 100. Значит, его могут сейчас просто-напросто выселить из дома и пустить по миру. То есть, наша, наша, это, судья-летиши готова забрать у Трампа последние манатки и сделать его голым королем. То есть, ему будет вообще тут не до выборов, знаете, когда ему придется вещи выносить из своих особняков. Поэтому, может быть, и вот запустили его, что они его доведут, просто-напросто доведут до сердечного припадка. Или он его себе организует. Может быть, в обмен на договорняк, что с него все снимут. Знаете, у него слишком высокая ставка. Ведь это деньги, про которые мы говорим. Слушайте, полмиллиарда денег, это серьезные деньги. И вообще, есть ли они у него? У него их нету. Он говорит, у него есть 100 миллионов, больше нету. Вот. Так что, один суд, второй суд, конфискация и прочее. Понимаете, у людей это тоже действует. И в конце концов, они могут создать вокруг него такой ореол до ноября месяца, что народ скажет, ну, слушайте, зачем нам человек с таким количеством проблем? А вы не заметили, что как только новое дело открывает руки в Трампа, он становится еще более популярным, чем больше в 20 лет? Да, так было. Было. Но будет ли это дальше? Черт его знает. Знаете, есть какой-то предел. То есть, тетиву лука можно натягивать, но не до бесконечности. Где-то она может порваться или спуститься. Поэтому вот эти вот все дела, когда там я крутой, я крутой, ну, до каких-то пор это популярно. Но, знаете, черный пиар, говорят, самый лучший пиар, но перепиарить тоже можно. То есть, уже до конца облить грязью, и тогда уже все посыпется. Не знаю, мне трудно сказать. Этого сегодня, я думаю, никто не знает. Что там творится вообще у Трампа в голове и вокруг него, и какие у него там разговоры идут с демократами, или у его адвокатов, и есть там договорняк или нет договорняка. Не знаю, все может быть. Путин сказал, что ему нам предпочитили, чтобы Байден был президент. Почему? Ну, слушайте, верить Путину, это самое последнее, что я бы стал делать. Вообще, слушать того, что говорит Путин. Поэтому, понимаете, они могут говорить так, они могут говорить этак. Потому что любое его слово можно сказать, о, значит, давайте голосовать за Трампа. Потом другие скажут, слушайте, он же это специально сказал, чтобы мы голосовали за Трампа. Значит, давайте голосовать за Байдена. Ну, блядь, слушать Путина, это все равно, что слушать его Пескова, говорящую голову выпученную. Вот. Или Лаврова, который еще никогда правды не сказал. Так что, не знаю, я ту сторону, как бы это сказать, читаю, но принимать там что-то за чистую монету, это очень и очень ошибочно, по-моему. То есть надо просто это пропускать и все. Понимаете? Понимаете, как хотите? Да, то есть анализировать это бесполезно, потому что можно анализировать... Знаете, как в том анекдоте, какой процент, что вы на Невском проспекте встретите динозавра. Да? Помните это? Мужчину спросили, он сказал, да вы что, о чем вы говорите? Там даже одной миллионной нету. А женщина сказала, 50 на 50. То есть или встречу, или не встречу. Вот, поэтому с Путиным может быть и так, и так. Да, 50 на 50. А смерть Навального что-то изменила в России? Да, пожалуй, что смерть Навального что-то изменила. Народ, я не скажу, чтобы совсем проснулся, но вот это его завещание прийти в 12 часов 17 марта на избирательные участки, это решение интересное. Я думаю, Кремль сейчас ломает голову, что с этим совсем делать. Что они будут? Хватать людей на выходе после этого, кто прошел 12 часов. Не знаю, что они будут делать. Ну, наверное, будут эти паспорта все зарегистрируют, те, кто в 12 часов пришел. Наверное, а потом будут с этими людьми каким-то образом разбираться. Или эти люди попадут на карандаш, или скажут, что эти люди будут уволены, например, что мы вас всех запишем, а потом сообщим на работу с тем, чтобы вас уволили. То есть, если вы из госслужбы, постарайтесь не приходить в 12 часов. Если вы учитесь в университете, не приходите в 12 часов. Ну и так далее. То есть, народ, конечно, могут запугать. Но все-таки народ сколыхнулся, и народ, в общем-то, понял, наверное, куда они пришли. Они пришли в совершенно полицейское государство, у которого нет тормозов. Потому что Карамурза, который получил там 25 почти лет, который сидит зверски больной, значит, люди, которые получают сумасшедшие совершенно сроки ни за что. Ну, знаете, сказать, что это сталинский режим, может быть, ну, не знаю, очень-очень плохо в России. Очень. И, да, я высказывал тут много мнений о том, что вообще может случиться. Понимаете, сегодня, не знаю, вот я где-то высказывался о том, что мне кажется, что Путин, конечно, ну, это, конечно, не Путин, там КГБ за ним стоит, Патрушев, Патрушев там всему голова. Вот. Но вот то, что они с Западом сейчас играются, не знаю, очень-очень сложно. Смотрите, если мы задавим, я имею в виду, мы это Запад, если мы задавим Путина, остановим его, и даже, может быть, где-то там при прием к стенке и разбомбят этот Крымский мост, то у Путина ничего не остается, как объявить войну Западу. Но в этом случае, вот я предсказывал, что в этом случае он может использовать очень интересный ход. загрузить ядерное оружие, которое уже, в принципе, есть, в Северную Корею и пальнуть из Северной Кореи. Да, своего толстячка друга он спрячет на Урале, потому что Америка должна будет, естественно, ответить по Северной Корее, но не по России. Россия сможет остаться в этом случае в стороне. А вот вовлечь Северную Корею в такую авантюру, в общем-то, совершенно элементарно. Поэтому здесь очень опасная игра. И долбануть они могут именно из Северной Кореи, именно по тому самому Йеллоустоун, о котором в России давным-давно, уже много лет твердят, что вот мы Америке долбанем по Йеллоустоуну. Вполне могут из Кореи долбануть, там как раз рядом получается. А в Европе, именно вот сейчас то, что Макрон там предложил направить войска, ну Макрон, конечно, хитрец. Макрон, я не знаю, эта тема вас интересует или нет, с Макроном, с его высказыванием. Да, да, ну вначале давайте мы как-то сосеим, а потом на Макрон мы перейдем. Вот вы говорите, вот смех Даванович что-то поменял, как поменяет люди как-то по-другому. Ну, а вот может ли, как может быть или вообще возможно ли это, чтобы безоружный народ снимал диктата? Нет, это маловероятно. Но вы понимаете, что ведь народ не существует отдельно. Вот те же полиции, та же армия, это же тоже народ. Понимаете, у них есть братья, сестры, у них есть семьи. И кто-то что-то начинает когда думать, то это расползается. Такое, знаете, как масляное пятно по воде. И оно достигает каких-то совершенно непонятным образом, может достигать в разные точки. То есть вот эти вот солдаты, офицеры и прочее. У Путина есть одна очень большая проблема. Он опирается на силовиков. Но так же, как и Сталин в свое время опирался на силовиков. Но у Сталина силовики и народ имели какую-то идею. У Путина идеи никакой нет. Ни у него, ни у народа. То есть вот то, что они там религию сделали идеей, она уже на сегодня не работает. После того, как церковь вмешалась в военные действия, религия уже перестала иметь ту силу, которую она пыталась набрать. Значит... Потому что это вообще ничего общего с христианством не имеет. То есть российское православие, это культ, оно ничего общего с евангелем, с христианством не имеет. Ну как можно показать бомба, которая взрывается? Ну и тем более, если... Ударить его подушек, поставить другую. Это абсолютно... Поэтому это... Они никогда не имели силы. Это чисто политическая какая-то... Помните, почему Сталин, почему коммунисты гнали церковь? Прежде всего, потому что они считали, что это была императорская... Ну это, во-первых, был главой церкви император. И они считали это способом подавления народа. И я всегда думал, что православие поняло это. И что православие не должно быть с властью. Потому что когда они с властью, они делают то же самое, что делало православие до революции. И почему православие пострадало после революции. Но они так и не поняли, что делают с Путиным то же самое, что они делают до революции. В связи с государством. И понятно, что они могут быть настоящей церковью, когда они повязаны с руками, ногами с государством. А какой церкви может итереться? Которые в Англии может итереться, понимаете? Они просто орудия государства. Порабощение мозга людей, в данном случае. И в духовном порабощении, в том числе. Смотрите, Навального не дали даже нормально похоронить, попрощаться. Это нам отпевает 20 минут. Людям не дали даже пойти попрощаться. Это что? Даже это не по православному стилю. Понимаете? Сколько дней его держали и не опускали. Для чего? Понимаете? То есть это просто и церковь использовали в этом, в том числе. Церковь в России стала орудием государства. К сожалению. И поэтому это нормально, что ее не воспринимают. Потому что сделала, чтобы воспринимать государство. Ну да. Это я вам говорю как верующий человек. Я понял. Ну, в общем-то, все началось с того, что Бундяев, который был там спекулянтом и зарабатывал на табаке и прочим, стал патриархом. Я с ним встречался в те годы, когда он еще только перед самым его назначением. Ну, он очень неглупый. Вот. Ну, окей. А черт с ним, с Гундяевым? Да. Так вот, у Путина в народе нет веры. И армия сегодня, он отдал бразды, в принципе, силу в армию, в силовикам. Причем разным силовикам. Кстати, Золотова, например, в последнее время что-то вообще не слышно. И вот эта вот история с Пригожиным, она показательна, что силовики достаточно небольшим количеством, в принципе, могут перевернуть Россию. Потому что пример Пригожина для Путина должен быть вообще, он его должен на стенке этого Пригожина держать и молиться, что он его сумел убрать. Вот. Но может появиться второй Пригожин. Для этого совершенно не нужно какое-то великое имя. То есть, в общем-то, двинули танки и поехали, и доехали. И пульнули по Кремлю, и оттуда все разбежались. Все, садись и командуй. Поэтому военная хунта вполне может прийти к власти. Но военная хунта, она не появляется ниоткуда. Это опять-таки связь с народом должна быть. Потому что в ту же армию идут те же люди из народа. Служат ребята, которые имеют семьи тех же матерей, жен, сестер, братьев и так далее. То есть, оно все повязано. Это не структура, которая существует из космоса. Приехала или там наемники из другой страны. Нет. Это те же самые люди, которые вот они здесь. И если вначале в полицию, предположим, хотя бы брали из всяких деревень, людям давали квартиры и прочее, но они уже прижились. Это начиналось там 10 лет назад, когда бы вот этих вот силовиков нанимали. Брали из деревень, давали им квартиру в моргичи. То есть, они брали в кредит и говорили, если ты не будешь слушаться и уволишься, ты квартиру потеряешь и все твои деньги спалятся и до свидания. Окей? Но они уже прижились. Они уже в Москве, в Ленинграде, в центральных городах. Они уже там. И они уже ходят, слушают, общаются с людьми. То есть, они в этой тусовке, они в этой жизни. Знаете, и вот это вот слияние армии с народом, оно на сегодняшний день уже произошло. Потому что это уже слишком давно идет. Это не та армия, которую привезли откуда-то вчера. Это армия, которая была создана на этом месте, и она уже пустила корни. Эти дети ходят в школу. И когда этот ребенок приходит из школы и рассказывает, чего его там учили, автоматы заряжать и гранаты бросать, знаете, у мамы в ужасе. Не важно, что этой мамы там, предположим, муж служит где-то там. Откуда она знает, что он там делает? Служит и служит, да. Но она не хочет, чтобы ее ребенок бросал гранаты и шел завтра на войну. Смотрите, сегодня мы смотрим вот эти старые идиотские фотографии, где детей наряжали в военную форму и катали на колясках, там, сделанных под танк, с этой, с Георгиевской ленточкой. Сегодня эти дети уже в армии. То есть, вот прошло сколько времени, там, скажем, 8-летний ребенок в 14-м году, сегодня в 24-м ему уже 18, и он уже служит. То есть, мама добилась того, чтобы он надел эту форму, в которой она его ребеночком наряжала. Сегодня он уже в этой форме, он уже пошел подыхать. И вот эти смотриши, я смотрю русские паблики, вот они там кричат «Слава», там, «Вечная память». Какая «Вечная память», ребята? Кто сегодня может пройти по улице, там, надев афганские знаки отличия, или там, чеченские, например? Да, Боже, его упаси, показать значок, что он воевал в Чечне. Его в Москве там порвут, как тузик тряпку. Вот. А куда эти выйдут завтра так называемые ветераны-инвалиды? Что он повесит, что он воевал в Украине? Все же понимают, что Путин не вечный. Ему сегодня 73, там, сколько, нет, 71, да? Вот. Но все равно не вечный. Через 10 лет он уж точно куда-нибудь отвалится. А что будут делать эти ребята, которые вернулись с фронта? Да им стыдно будет сказать. А сказать, детям рассказать, что я воевал в Украине, и убивал украинцев. Да, Боже, упаси. Поэтому никакой там вечной памяти ничего этого вечного не будет. Вообще вечного ничего не бывает. Даже двигателя, к сожалению. В будущем оппозиции в России, кто может занять место Навального? Ну, место Навального из местных там уже никого не осталось. Они сегодня пытаются даже достать всех, кто сидит далеко. Он сегодня Каспарова признали, значит, террористом и кем там еще у них называется. Поэтому они уже всех объявляют в розыск, за всеми охотятся. Да, ну Юлия Навальная, наверное, завтра будет объявлена. Наверное, они из Юлии Навальной попытаются что-то сделать за рубежом. Поэтому, ну это все такое. Опять-таки, вот эта внутренняя оппозиция, если она будет бурлить и хоть как-то создавать какое-то движение, то это может все-таки потихоньку вырасти в то, чтобы совершился внутренний военный переворот. Если не совершится переворот со стороны, например, Кавказа. Даже Кавказ и Татарстан. Татарстан мы вообще не слышим. Как будто бы его не существует. А это, в общем-то, республика, в которой избран президент, между прочим. Это во всех регионах губернаторы. А в Татарстане есть президент. Давно вы слышали президента Татарстана? Я не встречал. Вот, теперь, вот эта стрельба в Ингушетии, которая была тут на днях, да, целую ночь там отбивались ребята. Как говорят, они ушли. То есть, есть такое предположение, что на Кавказ завозится много оружия с Украины. Завозится ли оно легально или нелегально, я имею в виду, что кто там этим занимается. Но оружие, говорят, что завозится и достаточно серьезно. Поэтому Кавказ может полыхнуть. Путину туда даже отправить некого. У него сегодня армия, извините меня, свеженабрана. Если он потерял, как говорят, чуть ли не 350 тысяч убитыми и ранеными, то это фактически вся его армия, которую он имел до того, как началась война. Сегодня у него там воюют люди, которых набрали полгода назад на службу. Но чему-то их за полгода обучили. Но это не профессиональная армия. Это не те, которые десятилетиями там учили, где-то там они воевали в разных войнах и прочее. Нет, это молокососы и какие-то набранные там с регионов просто за деньги. Сейчас он сегодня проскочил, что вроде бы уже в Индии начинают искать какую-то группу индусов. Значит, они пожаловались, что их заставляют идти воевать в Украину. Не знаю, где они эти индусы, в России или в Индии. Из Непала набирают оружие откуда-то со стороны. Путину воевать нечем. То есть, за счет того, что он в Корее, в Иране, еще где-то там набирает, не знаю, Куба, Венесуэла. Но, в принципе-то, все это потихоньку кончается. И в то время, как Запад наращивает производство оружия, у Путина оно сокращается. Он не может его нарастить. Он и так работает в три смены. Да, он сегодня стреляет и стреляет, но он пытается добиться, чтобы сели за стол переговоров. Это его сегодня задача. А вместо стола переговоров он получает заявление Макроны, что мы туда еще и людей пошлем. Много не пошлем, но не важно. Поэтому ситуация, если она будет, знаете, тут, тут и тут, вода камень точит. Поэтому вот эти вот движения даже молодежи, студентов и неравнодушных людей внутри России, даже в центральных городах, оно все равно будет разлагать путинскую элиту, путинскую власть и подтачивать его силовиков. И, ну, в общем, конечно, эти ребята безоружные не пойдут на Кремль. Вот. Но, как я сказал, на это могут сделать или с Кавказа, или отделить Кавказ, или могут сделать какая-то армия, которая просто-напросто не подчинится. Или вернется, как это было в 17-м, побросали, что называется, штыки в землю и пошли домой. Бери шинели и иди домой. Да. Да, сегодня должна была быть встреча Лаврова с послами из его. Вы в курсе о том, что все послы отказались прийти? И это такой был. И, значит, Лавров отметился. Ну, Лавров... От Захаровка, от Захаровка, это чтобы всех выслать из вас. Ну, они тут немецкого посла все-таки вытащили, как говорится, к себе на Старую площадь. Вот. Ну, понимаете, сегодня разговаривать с Лавровым, это вообще бесполезно. Потому что, если уже бесполезно говорить с Песковым, то с Лавровым, которого еще в мои времена уже называли мистер ложь, то это вообще бесполезное занятие. О чем с ним можно говорить? Там нету ни слова правды, это раз. Второе, он ничего не решает. Он... Вот все, что он может сказать, это можно просто тут же сразу взять и выкинуть. Понимаете, как в свое время Пелоси выкинул доклад Трампа. Да. Это так и здесь. Что Захарова, что Лавров. Это пустое место. Это просто какие-то говорилки. Ну, немножко... У них даже уже язык скатился фактически до вот этих Скобеевых и то, что там на Первых каналах вещают. Понимаете, ничего там нет. Не знаю. Долго ли он еще продержится, но на его место посадить некого. И поэтому, наверное, они вместе с Путиным где-то в итоге окажутся в одной камере. Возвращается Макрон и его предложение о том, что о возможности западных войск в Украину. Ожмали Америка посылать поддержителей, чтобы Америка посылала свои войска в Украину? А я думаю, что разговор стоял совершенно не так. Макрон умный мужик. Ну, во-первых, ему терять нечего. Его срок заканчивается, последний президентский, больше он не будет. Второе. Поскольку в Америке начинается такой разлад, Макрон чувствует, что нужен новый лидер в Европе. И давайте не забывать, что Франция – это крупнейший производитель оружия. Второй после Америки была еще в этой тройке была Россия, но она сейчас упала. Россия поставляла оружие на мировой рынок где-то 18 миллиардов в год. Сейчас они на 10 миллиардов опустились вниз. Поэтому Франция занимает второе место после Америки. Они имеют все, и вертолеты, и корабли строят, и так далее. У них есть все. Значит, дальше. В 1831 году король Филипп создал иностранный легион. Для того, чтобы Франция могла вести дела в своих колониях. У Франции на сегодня 13 колоний. И вот этот иностранный легион, который раньше имел где-то под 50 тысяч бойцов, сегодня имеет около 9 тысяч. 9 тысяч, но это чистый спецназ. Это самый настоящий спецназ. Понимаете? И там служат иностранные граждане. Не французы. Иностранные граждане. Которые готовы воевать где угодно и когда угодно. Им платят деньги, а не по контракту. Значит, вот этот вот самый отборный спецназ Макрон может послать. Почему? Потому что по закону Франции этот иностранный легион подчиняется президенту. Ему не надо получать разрешение парламента, еще кого-то там утверждать, согласовать. Он завтра может послать этот иностранный легион куда он хочет. И вот Макрон закинул кость западным партнерам своим. Значит, что, мол, ребята, давай, как вы там насчет того, чтобы послать войска. Ну, тут же Шольц, значит, сказал нет-нет-нет, куда-куда. А больше там никого нету, кроме еще Германии. Бундесвер – это еще более-менее армия какая-то. Но она подчиняется Бундестагу. Она правительственная фактически. И даже Шольц там и министр ничего не могут решить. Они должны там 33 согласования пройти, чтобы эту армию куда-то послать. Ну, только если на них нападут, тогда они вроде бы начнут воевать. А так, боже упаси, будут как 40 минут тереть, как про эти ракеты, которые там Таурус. А не давать, не давать. Понимаете, как-то девушка. Дам, не дам. Вот. Поэтому Макрон кинул им кость. Они эту кость отвергли. И у Макрона сегодня развязаны руки. И он может в любой момент, тем более, что он накануне подписал с Украиной договор с Зеленским о взаимопомощи. В соответствии с этим договором, как говорится, тайные переговоры, мы не знаем, чем они велись. Вот. Но в соответствии с этим договором, если Украина пойдет на какой-то очень, будем говорить так, ответственный штурм. Или затеет какое-то серьезное мероприятие. Ну, например, прорыв к Мелитополю, да, чтобы выйти напрямую, стрелять по Крымскому мосту. То, в принципе, если Макрон туда кинет своих 9-10 тысяч спецназа, для России это может закончиться тяжело. Потому что спецназ, это же не просто ребята с автоматами в руках. У них вся техника. То есть все, что им надо, у них есть. Свои транспорты, самолеты, своя техника. Все, что надо. Вот. Поэтому вот этот вот отряд, я не помню, сколько там у них точной дивизии, в общем-то там есть. Но количество там где-то до 10 тысяч на сегодняшний день. Так что могли нанять, за это время могли нанять и больше. То есть точной-то информации нет. Вот. Вот это вот то, что сказал Макрон и то, что может случиться. То есть мы можем где-то вот весна-лето получить очень-очень такое неожиданное решение со стороны Франции. Мне так кажется. Путин в своей речи недавно сказал, что ответ будет, во всяком случае, предполагает, что будет отопляться на что-то подобное. А его что ли бояться? Насколько вы думаете? Это риторика или он может звезду нажимать кнопку? Он может нажимать кнопку из Кореи, как я сказал. Вот здесь он не нажмет в Европе. И Франция, если ведет войска, хотя они кричат, что они там ай-яй-яй, они против Франции ничего абсолютно не сделают. Но, во-первых, это иностранные граждане, это иностранный легион, который действует, будем говорить так, почти самостоятельно. Французское правительство к этому отношения не имеет. А то, что президент им сказал, идите, ребята, это такое, понятие растяжимое. Там долго, слишком надо разбираться в юридических тонкостях, имеет Франция отношение к этому легиону или не имеет. Знаете, этот легион, может быть, сейчас базируется где-нибудь там в Марокко или в Буркин-Фасо, а оттуда прилетело и вдруг оказалось в Украине. Ну и что? Это кипа то, что в России имел ЧВК-варнер. Да, 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 то же самое примерно, то же самое, что ЧВК-варнер, да, абсолютно. В принципе, ЧВК создавали же не сами же русские. Русские вообще никогда ничего не придумали сами. Ни автомобиль, ни ЧВК. Они взяли просто образец того же иностранного легиона. Вот, единственное, что они нанимали туда и своих граждан, а не иностранных. Но Путин сегодня нанимает иностранных граждан. Поэтому, почему он может протестовать против других иностранных граждан, которые работают с другой стороны? В Украине сегодня вольнонаемные, есть и американцы, и англичане. Там были же, помните, какие-то прогибшие и англичане, и американцы, да. Ну и хорошо, а здесь будут не французы, а, ну как бы, французский легион. Окей. Это все чисто предположение. Но вот это вот, то, что Макрон это выступил, заранее понимая, что НАТО его не поддержит. То есть это было, он бросил кость. То есть, эту кость поголодали и выкинули, но она осталась на столе у Макрона. И он может ее зашвырнуть в Украину, эту косточку. Понятно. Ну, в общем, вы говорите, так же это может быть. Ну, понимаете, он это сделает не просто, чтобы воевать. Это может быть сделано только для какого-то марш-броска серьезного. То есть, если Украина, а сейчас он недавно совершенно заявил, Кирби наш, что Украина есть какой-то план наступления серьезный. И вот этот план наступления может быть подкреплен тем самым легионом. Может быть. Поэтому будем ждать, когда он произойдет. Но это, естественно, не весной. Кирби сказал о том, что Украине есть военные сюрпризы для России. Ну да, я это имею в виду. Потому что, когда Зеленский с Макроном подписывали, а он, между прочим, с Макроном первым подписал из всех, да, вот, это потом уже там Англия и прочие побежали. Вот. А с Макроном они встречались конкретно и конкретно оговаривали. Так что очень может быть, что он рассчитывает на вот этот спецназ Макрона. Очень может быть. А потом узнают ли об этом русские еще, может быть, узнают уже, когда поздно будет. Ну и что? Те приехали, повоевали и уехали. Иди разберись. Я хотел бы радикально поменять. Давайте. Спросить вас о том, что происходит с Риалстейн-Рынком у вас. В Нью-Йорке, в Джерси и в Нью-Йорке. Ну, цены... Он не успокаивается. Ну, я бы сказал так, что рынок все-таки есть, но он не такой агрессивный, как он был. Потому что, конечно, эти рейты серьезно убрали с рынка инвесторов. Поэтому инвесторы подвинулись. Стало невыгодно при таких процентах брать в долг. И остались, конечно, частные покупатели. Но они были, есть и будут. При любых рейтах. Хоть там ты 15% сделай, людям все равно надо заводить семьи, заводить детей и куда-то ехать. Вот, поэтому... Но цены немножко приупали. То есть, потому что ажиотаж закончился, цены приупали. Ну, а так, все вроде как бы есть. И Покона идет, и Нью-Йорк идет, и Стэттен-Айленд. Вот эти районы Стэттен-Айленд, Нью-Джерси, по-прежнему горячие, в принципе. Много чего продается достаточно быстро. Причем даже очень дорогие вещи продаются в Нью-Джерси. То есть, там полтора-два миллиона продается. Вот, то есть, все двигается. Ну, ажиотажа нет. Ажиотажа нет. То есть, те, у кого деньги были насосаны, значит, эти деньги уже потратили. Инвесторы, как я сказал, вперед не бегут, ждут каких-то послаблений, что будет с рейтингами. Понятно, есть Покона старая ситуация. Да, да. Немножко цены приупали, немножко маркет стал тише. Вот. Но идет, идет. У меня есть, у меня были, он в январе закрылся, клоузинг был. Вот. Сейчас там дома выходят. Люди ходят, смотрят, что-то покупают. Так что, все есть. А как насчет Нью-Йорка и Нью-Джерси? Люди продолжают покупать, переезжать из Нью-Йорка в Нью-Джерси? Да. Да, из Нью-Йорка в Нью-Джерси. Стэттен-Айланд в Нью-Джерси переезжают. Ну, из Стэттен-Айланд в Нью-Джерси едут только те, кто хотят иметь большой дорогой дом. То есть, там, то, что у нас здесь за полтора миллиона в Стэттен-Айланде, например, можно купить. Ну, не знаю. Или давайте так возьмем. То, что в Нью-Джерси можно купить за полтора миллиона, в Стэттен-Айланде будет два с половиной. А то и три. То есть, разница в ценах и в качестве, она огромная. То есть, я смотрю дома, которые в Нью-Джерси люди покупают за полтора-два миллиона. Но у нас здесь такого просто даже нет. Это трудно представить себе. Сколько бы он стоил, если бы этот дом перенести в Стэттен-Айланд. Так что, поэтому, те, кто, те продают здесь дома, которые стоят здесь миллион-полтора, и за эти же деньги хотят купить в Нью-Джерси, но более комфортабл, больше, красивее. Вот, увеличить качество. Так что, движение идет. Интересно то, что смотрите, вот этот вот селласс-маркет, он продолжает уже много-много лет. И он начинает спорить. И он никак не остановится. Ну, я бы сказал, что, наверное, уже сегодня вряд ли селлс-маркет, его можно таким назвать. Потому что сегодня продавать выгодно не так просто. То есть, сегодня уже есть конкуренция. Сегодня на листингах достаточно много домов. И, ну, не знаю. Понимаете, селлс-маркет, когда выгодно продавать, и у тебя это все забирают, вот, и борются между собой, да, это здорово. Но сегодня уже этого нет. Сегодня мы и так, все сладко. Ну, значит, если к вам едут и у вас метут, то здорово. Но цены немножко подросли, потому что, и уже все как бы притормозилось. Поэтому сейчас уже, чтобы продать быстро, надо сбавлять, потому что есть конкуренция. Когда есть конкуренция, это уже не... Ну, вы сказали вначале, компания нашдом.юс публикует все новости, которые в мире есть, вот, и со всего мира. Поэтому берите, читайте. У нас есть, кстати, теперь появилось на украинском языке новости, стали тоже печататься. Вот. Нашдом обычно английскими буквами nashdom.us. Вот. Ну, и у нас там есть и видеоматериалы. Кстати, наша передача с вами тоже завтра появится на сайте. Если кто-то пропустил или включился не сначала, можно послушать изначально. Так что... Замечательно. Да. Игорь Побожкин, главный редактор нашдом.юс, на радио в Саводолсе 106. Катя Катя Катя, при этом веселее. Игорь Башов, вам спасибо, как всегда, очень интересно. Обязательно вас пригласим в ближайшем будущем. Спасибо. 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 Всего доброго. Пока. До свидания.